На встрече, состоявшейся при участии главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Макрона на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге, Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской Декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. В соответствии с вышесказанным, Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом. Свой комментарий по итогам четырехсторонней встречи в Праге Баку-ТВ ру дал российский политолог Сергей Марков. Руководство Азербайджана пытается использовать любые дипломатические возможности для мирного окончательного разрешения проблем противоречий между Азербайджаном и Арменией и для подписания мирного соглашения, в результате которого Армения полностью признала, что Карабах – это Азербайджан. Все прекрасно понимают, насколько это сложно сделать, поскольку Франция является самой парармянской страной и Франция во многом контролирует политику Евросоюза в этом отношении. И поэтому, когда был договорен о миссии Евросоюза, президент Алиев очень твердо сказал, что пускай миссия это будет на территории Армении, а не Азербайджана. Азербайджан будет с ней сотрудничать только по мере необходимостей. Но в результате эта миссия на два месяца появится на территории Армении, и таким образом, видимо, военные страны НАТО окажутся на территории Армении члена ДКБ. Поэтому с точки зрения России Армения совершает предательство, когда начинает заигрывать и пытаться стать союзником Франции, члена НАТО, которая активнейшим образом сейчас борется против России. Думаю, что до добра предательство России Армению не доведет.